вопрос но близки и значит поют и если что-то понравилось я иду до конца и вот эти 10 лет купил все которые бывают по поочередно попробовал попробовал все типы струн попробовал сети по гитаре педали меняю строй тысячи долларов это учебный можно купить за 1000 что приличный оборудование мастера российские не делают дорого недорого недорого фактически бобровские шахарские гитары это слайд гитару я не буду комментировать что там можно резать но для начала для слайд гитары можно купить любую вообще по поводу автобиографии вообще на дело любой любительства есть нас любители блюда и плюс к этому полно людей которые берут между понятиями русский блюда американцы как могут поделить территорию где же все-таки побить но вы поднял здесь там уже русский блюда пометил тут уже англоэкличные и в общем нужно по моему просто любить музыку не важно какой-то музыкант которого именно вот просто нет такого музыканта я могу сходу назвать 30 человек нет любимых гитаристов любимых данные просто говорю допустим я лично прослайд интересно мне стал после джона кэмпбелла допустим узнать что попросил дружище я честно говоря вот как раз к эфону я не купить нет ну это дело вкуса я просто говорю о том что такое есть такой дядька Рой Роджердс я все время пошел на горбушку мне зачем-то в паре язык который называется слайдовый Рой Роджердс это оказалось мой любимый альбом на много лет а он целиком слайдовый причем он вот Рой Роджердс это человек который вот изобрел вот этот слайд металлические напыления гирванические человек такой знаете кинарком довольно противники такой скорее ему кантри наверное пить что он играет блюз причем такой вот Роберта Джонсона подобный то есть играет в основном старую плащику но в таком джампу стиле там дам 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 I got rumbling дам 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 такой смешной дядька шляпи в американской понятие которому уже нужна шляпа то есть как я у которого у которого в которой разу он нигде без шляпа не появляется и он при этом я более широко образованного музыканта слайдом гитаре назвать не могу вот ну и самый большой источник вдохновения конечно это кантри музыка конечно самый большой источник это индийская музыка на самом деле есть такой инструмент вина называешь ему больше больше двух тысяч лет точно по преданию боги вообще из бренда бог мужчина пришел с богиней вес долго тусили и сделать какой-то девайс повеселее тогда еще не было девайс который сейчас широко продают они решили сделать без трудных есть такой инструмент музыкальный лук есть куча разновидности одна из них вот такая тыква который кладет извините гениталии вот тут из этой тыквы такой бамбуковый шерсть на нем натянуть струны которые настроены примерно как у афры то есть я только есть такой человек который даже такой экстрим тыква а вот и соответственно было куча инструментов которые пошли от лука лук из которых прикладывать какие-то керамические вещи ко мне и вот начал до сих пор на капоэр поделить есть такой инструмент берембал да там давай идем там дай он дай он такой знаете типа хамуза потом у в развитых странах появились у развитых прийти китай у них тоже пусть трудных инструментов таким и звукоизвлечения начал кучи конечно привлечь но выйти например видно как минимум 2 разновидности плюс нескольких время где он как-то по вина это две тыквы вот мужская вина это две тыквы стоящие на полу на них 2 столба из какого-то дерева и сверху такой знаете что-то типа ладьи вот видите порядка ладьи да вот это что-то подобное на этом на всем натянут по моему то ли это 4 то 5 2 струны плюс куча бурдонов бурдонов струны это те которые звучат тебе когда вы какие-то извлекает они просто вот такой подпевки бэк-вокал пусть это таки штук помогут достоверки восьми бывает смотреть прикольно когда стоит начинает отправиться примерно 5 утра предыдущего дня вот кроме шуток вот пускай на это инструмент диапазон начинает раба слова диапазон где-то вообще внизу и заканчивать верхней штуки можно извлечь где-то но в районе альтая в америке и начинает бегать керамическим лицом такими каменными я когда эту виду я понял что я просто дедах ничего не знаю стал искать диски вот обратите внимание почему я говорю мало материал в стране все знают что такой равен шанкар кое-шанкар но никто не знает ни одного мастера который играет на вине вида это инструмент гораздо более интересный чем там не обошлось из арабских влияния про его изобретение это почти то что только она как делась для ланчей да да мастер на светить как я ланчей вот так на плечом значит ты кстати тыкву забрасывал плечо туда ну как статарная ветра так где же классический гитарист некоторых аллергия на мою вот так вот чтобы собирать ногу учить вот примерно так же держит вину вот самый интересный момент что играет на этом инструменте тоже поэтому я стал раскопать материал очень много его нашел есть даже блюда какие-то альбомы с участием вины это дадж махал замечательный дядь который любит африканскую музыку с блюдами смешивать а тут он взял и смешал диску кстати везде африки тоже достаточно много общего есть так долго копать там как и там и там побывали арабы алика что ты там насадили своих музыкальных культур вот ну я отвлекся в общем так как индийская музыка по большей части мелодия состоит из одного голоса то материал для изучения там безумное количество просто безумно и вот есть такие люди например как играет очень много индийских мотивов в своей музыке использует и этот вулочи играет в десятки безумно низким в общем на гипсинге гипсинге